Первый пункт в маршрутном листе в Орандейске нефтяной отгрузочный терминал. В его прибрежной зоне располагается межпромысловый нефтепровод протяженностью 158 километров, насосная станция, вахтовый поселок и другие инфраструктурные объекты. Делегация же посетила диспетчерскую, энергоцентр и резервуарный парк нефтяного комплекса. Перед вылетом на следующий объект, морскую ледостойку нефтедобывающую, платформу «Приразломная», обязательный инструктаж и экипировка, гидрокостюм. Платформа расположена в Баренцевом море, в 60 километрах от берега. Здесь делегация стала свидетелем поисково-спасательных учений. Учения в экватории Печорского моря прошли под руководством заместителя министра транспорта Виктора Олерского. Список участников обширен – ФСБ, МЧС, Минобороны и Минтранспорта, Росвиация, компании «Газпром», «Лукойл» и «Совкомфлот». В учениях задействовано 7 единиц воздушного транспорта, 9 кораблей и катеров, около 500 человек личного состава. Сообщения отработали поиски спасания людей, терпящих бедствия в море, оказание помощи аварийному судну и ликвидацию разлива нефти в результате аварий танкера. Стоит отметить, что платформа «Приразломная» – единственный в России проект по освоению углеводородных ресурсов шельфа Арктики. Первая партия нефти, добытая на «Приразломной», была отгружена на танкер в апреле этого года, а уже в мае Нинецкий округ пошел в состав Арктической зоны России. «Вы знаете, самое важное, наш регион – часть нашей огромной страны и часть государственной политики и посвоения Арктики. Мы приложим все усилия для того, чтобы сделать наш регион не просто Арктическим по названию, а Арктическим по сути. Для этого мы сегодня рассматриваем несколько таких основных проектов, направленных в первую же очередь на инфраструктурное развитие. У нас очень хорошее местоположение, у нас очень хорошая география, у нас очень хорошие возможности. Мы просто обязаны это использовать». О потенциале Нинецкого округа и страны в целом участники делегации будут говорить на конференции, посвященной обеспечению устойчивого развития Арктики, в рамках которой регион и принял такое большое количество гостей. «Что касается значимости конференции, на мой взгляд, Наринмар становится местом, где высказываются различные точки зрения о будущем развития Арктики. Вот это важно. И важно, что происходит обмен мнениями. Это такой некий сплав науки, бизнеса и государства для выработки, собственно, политики, усвоения Арктики». В завершении учений делегация осмотрела платформу и посетила Центральный пост управления, где и осуществляется контроль и управление процессами добычи, подготовки и транспортировки арктической нефти и газа.